Всем привет дорогие друзья, с вами снова Тямыч, давно не виделись и, собственно говоря, вот снова я с вами. Наверняка у вас уже возник вопрос, что где я был, что я так долго на ютубе не был, ничего, не выпускал, где вообще пропадал, что делал, Тямыч, ты вообще охерел, псина ты такая. В общем, у меня есть ответ на этот вопрос, в общем, вы уже можете видеть по окружению, да, нету больше за моей спиной тех белых обоев, нету больше того кресла игрового Thunder X3 и вот это вот все, то есть абсолютно другое окружение. С чем это связано? Блин, гребаная лампочка, надеюсь не пригорит и хер с ней. Короче, это связано с очевидными вещами, почему, собственно говоря, я в другом окружении и почему почти месяц ничего от меня не было. Дело в том, что я продавал квартиру. Да-да, друзья, продавал свою собственную квартиру, а сейчас живу на съемном жилье. И именно продажа квартиры моей и, спойлер, покупка новой, это была основной причиной, да, почему я так долго не выходил на связь, потому что, друзья мои, блин, если бы вы знали, насколько это геморрой продажа квартиры на вторичном жилье. И даже это связано не столько с поиском покупателей, потому что покупатели нашлись довольно быстро внезапно, там, в течение недели буквально. Сколько вот с этой беготнёй, короче, по бумажкам, по справочкам, взаимодействия с госорганами, МФЦ, МВД-то и так далее. Это просто, блин, такой геморр, особенно, когда это тебе всё-всё-всё надо делать быстро в сжатые сроки, и одновременно с этим, как бы, тебе ещё и работать надо. Вот. Хорошо, что у меня, как бы, такой, как бы, формат работы, что я, в принципе, могу работать и из любого места, да, в любое время. Вот. Но всё равно, даже с таким форматом, блин, это просто что-то мозговыносящее и что-то прям... Ну, вот, только сейчас, только вчера это всё закончилось. Я имею в виду вот эту всю общую нервотрёпку, что вот я продал квартиру, и вчера была сделка уже по новой квартире, по новой недвижимости. Вот. Немного расскажу, почему решил продать. Ну, смотрите, на самом деле, причин было основных две. Первое, это то, что, ну, моя квартира, это была квартира-студия, 23 квадрата. Ну, 23,2, если быть точнее. И, ну, сами понимаете, типа, создавать семью, ну, на будущее, на перспективу, в такой квартире, ну, такое себе. То есть, как бы, сомнительно, но окей. Но это вот прям сильно сомнительно. И сомнительно окей. Вот. Как бы, я, конечно, всё понимаю, что раньше люди, там, и в коммуналках жили, там, по 15-16 квадратов, да, там, не знаю, там, вдвоём мы с ребёнком. Но, как бы, тем не менее, да, у нас сейчас всё равно другие времена, и хочется... Ну, я думаю, никто не будет с этим спорить, да, что нужна нормальная квадратура. И если уж, там, я рассчитываю на семью, и хотя бы на одного ребёнка, ну, мне кажется, ну, как минимум, да, нормальная однушка должна быть, а в идеале двушка. И вот именно с этими мыслями я и покупал новую квартиру, да, чтобы, соответственно, ну, было хотя бы две комнаты. Да, там, условно, там, я моя девушка, там, тиражина, да, и вторая, там, комната, там, допустим, для будущего ребёнка. Вот. Поэтому, собственно говоря, это была первая причина, да, почему я решил продавать свою квартиру. А вторая причина, это то, что IT-ипотека. IT-ипотека до конца 2024 года. Если кто был не в курсе, то сейчас, насколько я уже окончательно понял, субсидирование IT в 25-м году, ну, именно по IT-ипотеке, оно закончится. Поэтому, ну, друзья, тут, сами понимаете, тут просто шанс забечь в уходящий поезд. Просто-напросто, вот. И если бы я не воспользовался этим шансом, то я бы вот стопудов об этом бы потом очень сильно пожалел. Ну, потому что процентная ставка низкая, наверное, самая низкая за всю историю ипотеки, да, ипотечного жилья в нашей стране. Вот, кто еще себе такой может позволить. Вот, только если там по каким-то супер-мега-лиготам, наверное, не знаю, там, многодетные семьи, да и, наверное, кто еще, не знаю даже, кто еще. Военные, может быть. Вот, поэтому вот эти два фактора, да, то, что, как бы, ну, все-таки студия, да, небольшая студия и то, что вот пока еще есть IT-ипотека, да, это были, извините, кстати, за нос. Это чуть-чуть сопливлю по утрам, сегодня слишком свежо. Вот это стали такие два основные фактора, которые сыграли на то, что вот все, надо, короче, продавать. Вот эту вот конуру, короче, холостяцкую и покупать уже нормальное жилье. Соответственно, новая хата, новая квартира, вот, она еще не достроилась, да, но, слава богу, это не на этапе котлована, да. Там уже, собственно говоря, сама по себе, сам по себе дом стоит, там сейчас отделочная работа типа идут. Вот, внутрянку делают, вот, то есть он уже не котлован. В общем, двушка будет 53, ну, там почти 53 с половиной квадратов. Там есть все, планировка мне очень понравилась, там есть и своя кладовая, короче, своя отдельная кухня. То есть не вот евроформат, мне вообще евроформат не нравится. Знаете, когда делают совмещенную кухню с комнатой, вот, мне это как бы нафиг не надо. Я хотел типа вот такого классического формата, когда есть две отдельные комнаты и отдельная кухня. Сейчас, наверное, это расценивается как типа трешка, короче, полноценная. Вот, потому что сейчас уже редко кто делает изолированные кухни, но вот я именно такую планировку себе выбрал и очень доволен. Там еще комната, квартира будет угловая, но там одна из комнат, она прям, ну, будет достаточно просторная. Типа будет много окон, свет будет всегда, вот, все, что я, короче, хотел. Плюс еще и лоджия. Вот, у меня в студии даже лоджии не было, не то, что там балкона, лоджии просто не было. Вот, это все будет. В общем, да, там все отделка от застройщика, все дела, и вот ключи, по идее, будут получать какого-то там до августа 25-го у них там написано. То есть уже просто годик подождать, потерпеть. Вот, и все должно быть хорошо, вот, получу ключи, заеду из съемной и буду кайфовать. Сейчас, на данный момент, проживаю вот в съемном жилье. Ну, что сказать, тут 35 квадратных метров. Не то, чтобы тут квартира довольно просторная, ну, то есть, однозначно она, конечно, просторнее, чем студия. Но она, типа, так сделана, тут тоже, получается, как бы, комната плавно переходит в кухню, но просто больше. А так, вот, как-то по ощущениям, хоть тут и 35 квадратов, и вроде как это однушка полноценная, но все равно складывается ощущение, что я живу просто в большой, огромной студии. Вот, из-за того, что тут, типа, большие арки, да, между комнатой и кухней. Вот, как бы, с одной стороны, прикольно, да, бесшовное пространство, а с другой стороны, вот, из-за того, что нет зонирования, ну, как такового. То есть, вот, у меня сейчас стена, вот, да, передо мной камера с монитором, и вот эта стена, она вот, практически, вот, заканчивается, и после нее сразу кухня идет. Вот, вот, ну, ничего, прикольно. Мне, в принципе, тут уже, я тут уже более-менее освоился. Жалею ли я о том, что продал свою студейку, ну, знаете, чуть-чуть есть все равно такое, да, потому что все-таки ремонт мы делали вот всей семьей самостоятельно, своими руками. Ну, все, кроме, наверное, ну, заливки пола и натяжного потолка, вот, все остальное сами, там, и электрику, и обои, там, типа, гипсокартон, все остальное, вот это вот, все делали сами. Мебель тоже, я все, я все выбирал сам. Ну, жалко, конечно, что пришлось много санкционочки оставить, у меня там очень офигенный шкаф из Икеи был, я вот тогда, в 21-м году, за полтинник брал, а сейчас он больше сотки стоит. Но, вы знаете, мое правило, то, что, во-первых, надо путешествовать налегке, а во-вторых, не надо жалеть о том, что ты сделал. Ну, вот, поэтому надо расставаться, особенно с вещами, да, с людьми-то тяжело расставаться, а с вещами надо просто, ну, вот, они были, и все, они перешли к другим владельцам, как бы, послужили верой и правдой, но надо идти дальше. Вот, я думаю, если только так вот мыслить, то можно вот эти все процессы типа переезда, да, ну, выдержать относительно нормальной психикой, потому что действительно много людей бывает, когда они продают свою недвижимость, да, оставляют там всю свою мебель, которую там закупали, затаривали за большие бабки, а потом начинают, короче, это, расчаровываться, да, и переживать. Ну, я сам просто говоря, вот, тоже не ожидал, что я так скоро продам квартирку, вот, поэтому и тоже мебель покупал хорошую, вот эту все там технику, мебель, вот, ну, благо технику всю я перевез, мебель только оставил, вот, поэтому, в принципе, мой боевой конь, да, в виде персонального компьютера, он на месте, все ок, вот, поэтому будем продолжать во все оружие. Но, ребят, блин, продажу квартиры, если вы решитесь на продажу квартиры, я уж не знаю, как в регионах, мне кажется, в регионах с этим попроще, но если в Москве тут, бля, тут просто, знаете, справка на справке на справке на справке, особенно от покупателей, там, они будут с вас требовать справку из, блядь, и того, что ты не шиз, да, из психоневрологического диспансера, справку, блин, из наркодиспансера. Справку, что ты в браке не состоишь, справку о том, что у тебя детей нет, справку о том, что ты не состоишь в браке, и у тебя нет супруга на момент, типа, приобретения недвижимости и ее продажи в сегодняшний момент, блин. Короче, это просто пипец. Пипец работы, вот, плюс потом эти сделки удаленные, вот, я как раз, во-первых, попробовал этот удаленный формат, то есть я удаленно через приложение как и продавал квартиру, так и покупал новую. Вот, ну, в общем, приключение то еще, и, честно говоря, я понял для себя, что продавать квартиры я больше не хочу, я хочу их только покупать, потому что покупать нам намного проще, чем продавать. Вот, да. Там какой-то один стрим по War Thunder провел, кстати говоря, War Thunder пораж, короче. Опять эти макросники, блин, не знаю, щитаки, которые, блин, ваншотают за 800 метров, короче, типа, тебя, и все, 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 все желание пропадает играть. Вот, ты, типа, докачиваешься до Т-34, а дальше все, дальше просто никакого желания играть нет, особенно, если тебе примака нет, и ты не хочешь донатить. Поэтому, пизда, наши танки, блин, в рот я их ебал. Что War Thunder, блин, что картошку, блин, World of Tanks. Вот, ну, в общем, такие дела. Значит, что у нас по планам? Да, я в курсе, что Empire Total War ничего не выпускалось, надо все-таки добивать кампанию за Российскую Империю. По остальному, блин, нихрена не знаю, можете не спрашивать, там, типа, что еще будет на канале, там, типа, буду ли я там Alex 2 за Морканов проходить или еще что-нибудь. Я, блин, хочу теперь от всей этой нервотрепки отдохнуть. От продаж квартиры, покупки новые, от вот этого вот все. Вот, на работе еще, на основной пипецки, какая загруженность. В общем, я подустал, подвыгорел мальца. А насчет ремейка Готики. Уже прошла инфа о том, что, ну, во-первых, 2 августа будет шоу, Тички Нордик, где вроде как что-то покажут даже из геймплея ремейка Готики. Но, что еще более интересно, в 20-х числах августа на Gamescom в Кёльне в этом году Будет уже стенд с играбельной версией ремейка Готики. И если вы каким-то макаром будете на выставке Gamescom, То обязательно зайдите на стенд HQ Nordic. У вас будет прекрасная, уникальная возможность пощупать ремейк Готики Собственными вот этими вот ручками, собственными руками. Вот. Поэтому, да, даже я буду завидовать тем, кто в это время будет на Gamescom. Потому что, блин, страсть как хочется лично самому, да, это все пощупать дело, но не судьба. Вот. Плюс, как бы, снова в банальном рабстве. Снова надо ипотеку платить. Плюс еще, блин, прикиньте, какой, сука, закредитованный. Я, короче, плачу ипотеку за квартиру. Я плачу, короче, арендную плату. И они нихера не маленькие, я хочу, я вам сказать. Поэтому о поездке за границу можно вообще забыть. Вот. По крайней мере, на... Ну, вот это время, пока я там, это, на съемной хате живу и пока я ключи не получил. Вот. Да. Да. Да, ребят. Ну, вот кто будет на выставке, потом там, не знаю, поделитесь своим мнением в комментариях, может быть, к этому видео. Или, там, к другому видео, я думаю, я еще потом выпущу видосы по ремейку Готики. Так, конечно, они интригу сохраняют. До последнего геймплей не показывают, и, я думаю, наверное, уже не покажут до второго, либо до двадцатых числа августа. Вот. Вот так вот. Поэтому будем смотреть за обновлениями, будем смотреть за новостями по ремейку Готики. Вот. По всему остальному, ну, как я уже сказал, блин, я просто не хочу планировать, да, там, а потом говорить, что, вот, блин, я хотел сделать то-то, то-то, сделать такие-то видосы или такие-то прохождения, а потом, короче, ну, типа, опять-таки у меня либо времени нету, либо дела. Вот. Поэтому ничего планировать не буду, говорить тоже в этом плане ничего не буду, посмотрим, там. Мне сначала надо прийти в тонус, восстановиться, потом, может, какие-нибудь видосики начну клепать. Эх, ну, да. Как-то так, в общем. Ну, надеюсь, что ваше любопытство я в какой-то мере удовлетворил. Попытаюсь, но не обещаю больше надолго не пропадать, но посмотрим. Бля, херовое слово «посмотрим». Типа, знаете, это в Инстаграме, короче, высмеивают, типа, это слово «посмотрим». Вот, поэтому, ну, будем поглядеть, будем поглядеть, да. Ну, в общем, это всё, что я вам хотел сказать. С вами был Тямыч, всем спасибо, что посмотрели, спасибо, что не забываете старикам. Как-нибудь, надеюсь, в скором времени свидимся. Всё, всем пока. Я тоже пошёл отдыхать после всей этой ебалы со сделками. Сейчас восстановлюсь и что-нибудь забудем. С вами был Тямыч, пока, удачи, успехов, всем пока.